Андрей Ворст оставил все свои тизлы и все их разыграют в трех поединках наши российские боксеры. Это очень интересно, что очень здорово. И самый ближайший это Дмитрий Бивол. Да, Бивол, потом очень быстро следом за ним Бетербиев и затем Ковалев. Ну вот в каком из этих поединков вы ждете наиболее упорной борьбы? Бивол, Бродхёрст, Бетербиев, Кёлянг, Ковалев, Шабанг. Ну вот, значит, если говорить, ну давайте по порядку. Значит, Бивол, Бивол. Особых проблем я до него не вижу, если честно. Я буду работать в субботу с Грешей Стангриком, мы будем комментировать. Вообще хороший вечер, там другие бои приличные. Вот, я думаю, что он его пройдет, пройдет довольно легко. Что касается Ковалева. Шабранского. Да. В начале были какие-то опасения, но, вы знаете, есть такая информация. Люди, которые смотрели внимательно тренировки вообще, что из себя представляет Шабранский. Я опыта не знаю, но посмотрел. На данный момент просто были удивлены. Вот так, я не знаю, можно ли говорить в камеру. Может, вы потом... Ну, если расскажут, чтобы я вырежу, то я вырежу. Ну, говорят, что просто никакой. Понятно. Не знаю, насколько эта информация верна, но люди, которые это говорят, я им доверяю. Поэтому, я думаю, что у Ковалева тоже проблем не будет особо. Во-первых, он жаден, он хочет вернуться. По его характеру, у него гайбокс, сами знаете. И вот тренер Турсон Латипов это подтвердил, что мотивация горит полно. Главное еще совладеть с этой мотивацией, чтобы не перегореть, а чтобы вот чересчур не было вот этого желания размазать. Надо все-таки с холодной головой подойти. Хорошо сделать свое дело. Вот. Ну и Бетербиев. С Артуром сложная ситуация, понимаете. Настолько большие простои, настолько редкие бои. Настолько он от нас удален. И мы не видим, да. Не чувствуем. С ним не поговоришь. Раньше я контактировался с его братом. Но уже давно мы как-то перестали общаться. Да, по-моему, они тоже. То, что Артур – боксер очень хороший, очень сильный. Сильный в буквальном смысле слова. Вот. Это должно ему помочь. Ну, тут трудно мне как-то вот. Очень так вот реально высказаться. Судя по тому, что за соперник, ну, должен и нам проходить. Пройдет и должен. Ну, если не будет, тогда это будет. Опять-таки, дело в том, что мы не видели и не чувствуем его подготовку, его состояние. Ну, когда не общаешься с человеком долго и не смотришь его бои, не смотришь его тренировки, ну, как-то тяжело судить. Ну, я уверен, в принципе, не уверен. Скажем так, помимо того, что я желаю ему, конечно, успеха в этом бою, все-таки я думаю, что он тоже заждался, да. Ну, очень хорошо. Ну, куда там с этим, Мишелем. Ужасная вся эта вот ситуация и жизнь. Хочется, конечно, хочется. И тогда такой трехглавый Змеи Горыныч должен сожрать все-таки Севенсона, да? Севенсона, то есть, я думаю, я Змеи Горыныч не дотянем, потому что он там так проще накопался. Ну, а куда он будет деряться? Ну, так и будет он с вами колупаться со своим поясом. Вот, что самое интересное, когда ты писал вот о этих трех поэтинках, каждого из российских боксеров соперником мог быть Салливан Баррерой. Ни у кого не подошел. Пострадавшая сторона получается. И вот удивительно, конечно, что он не стал соперником Био. Он все-таки в первой и второй рейтинге в WBA. Ну, а сам Салливан Баррера, мне кажется, довольно хитроватый парень. Он тоже совсем не прост. Ну, кубинцы, они такие ребята. Им надо, чтобы их не очень сильно напрягали, при этом немало платили. Ну, вот их философия, собственно. Ну, грубо говоря, сам виноват, что нигде не договорились. Конечно, конечно. Ну, от ближайшего боя Био, который на этой неделе стоит, вы ждете, наверное, именно нокаут. Если не нокаут, то очень яркой победой. Да, он должен подтвердить свой пояс, которым он завладел без боя. Но все равно я считаю, что вот из этой тройки... Российский паркер. Да. Он, наверное... Не скажу, что он самый сильный, но он самый перспективный в дальнейшем. Ну, да. На ближайшие годы. Молодой, и с травмой, и митой. Да, на ближайшие годы. И с очень хорошей подготовкой, с отличной школой. Причем он одарен очень здорово. Просто вот от природы. Вот это чувство дистанции у него просто потрясающее. Реакция. И потом по характеру парень, конечно. Просто замечательно. С ним общаться одно удовольствие. Наверное, вы тоже помните, да? Угу.